Друзья, всем большой привет! Сегодня я быстренько вам такое видео решила снять. Как я собираюсь в отпуск в дорогу. Может быть кто-то возьмет на заметочки мои какие-то такие маленькие советы. Итак, буду говорить быстро, потому что у меня времени осталось на сборы всего лишь один день. Завтра мы уже вылетаем. И поэтому я решила сегодня все так это показать вам все быстро. Самое первое и самое важное это документы и деньги. Значит так, я вам уже показывала свою вот эту новую сумочку. Я ее беру с собой. Она очень легкая, очень удобная. То есть я ее везде буду таскать вот так вместо кошелька на плече. Значит, в этой сумочке у меня уже сложены, естественно, международные паспорта. Вот, если вы вылетаете за границу, то российские паспорта можете оставлять дома. Они не пригодятся. Вот, соответственно, значит, медицинская страховка, электронные билеты на самолет и ваучеры. Туристические ваучеры. Не забывайте. Кстати, желательно сделать копии этих документов. Вот. И, соответственно, значит, ну, валюта, конечно, да. Вот, я беру доллары. Мы летим в ту страну, где, в принципе, долларами расплачиваться нельзя. Поэтому нам придется все это менять на местную валюту. Но ничего, это не проблема. Вот, и я возьму с собой, конечно же, еще и российские рубли, чтобы можно было ими расплатиться, пока мы будем на территории России. Вот, сюда же я положу сотовый телефон свой и банковские карты. Просто пока сюда я еще сегодня их не переложила, мне они еще сегодня здесь понадобятся. Так. Итак, значит, вот это самая важная сумка. Вы можете дома оставить что-то из одежды, забыть там, что-то из обуви. Это все не страшно. Но вот это самое важное. Деньги, документы, сотовый телефон, ну, билет, ваучер и так далее. Это самая важная страховка медицинская. Итак, дальше. Чемодан. Вот этот чемодан у меня уже, конечно, такой, знаете, уже, ну, как сказать, не сказать старенький, да, но он со мной объездил уже много-много, чего повидал. Вот. Вот, он довольно легкий, и когда-то я его покупала в Таиланде. Мы оттуда просто, мы туда поехали с одним чемоданом, вернулись с двумя, потому что мы в Таис, столько всего там напокупали, пришлось покупать там чемодан. И вот этот тайский чемодан я решила взять с собой себе. Вот. А значит, как я собираю вещи? Ну, во-первых, вот у меня гардеробная комната, да, я здесь помыла полы, чтобы они были чистенькие, и начала прямо на полу сначала раскладывать из одежды все низы. Низы это что? Ну, это шорты, брюки, юбки я в этот раз с собой решила не брать. Вот. То есть разложила несколько видов шортиков, брючки, и потом уже к ним я начала подбирать верхи. Вот. То есть пересмотрела весь гардероб и стала, в общем-то, комбинировать, куда какая там топик, футболочка подойдут. Вот. Если у меня какая-то футболка подходила только к одним брючкам, а к шортикам не подходила, я эту футболку откладывала, я ее не брала. То есть я старалась так комплекты одежды собрать, чтобы можно было бы одну вещь комбинировать с двумя-тремя другими вещами. Вот. У меня уже все сложено. Сейчас я, конечно, вам не буду ничего так раскладывать. Вот. Вы все это из моих видео, из поездки, из отпуска все равно увидите, в чем я там буду ходить. Вот. Таким же образом я и мужа собирала. То есть я и его шортики там всякие разложила и тоже комбинировала. Такие футболочки, значит, к этим шортикам подойдут, то я и взяла. И собираться я начала примерно за неделю. Я не из тех людей, которые могут там за два часа или за час собрать чемодан. Ой, я люблю все досконально. Я сначала список составила, и потом уже я по этому списку собиралась, значит, собирала все вот эти вот сумки и чемодан. Вот. Ну, из вещей я кое-что все-таки отложила опять на полке. Решила не брать. Вот. Ну, то есть получается, что где-то одну треть я решила оставить дома. Вот. Как я складываю вещи? Я все вещи обязательно, прежде чем сложить в чемодан, обязательно проглаживаю утюгом. То есть наглаживаю. Прям хорошо-хорошо, досконально наглаживаю. И потом я отглаживаю вещь. Значит, она должна немножечко остынуть обязательно. Или остыть, как правильно сказать. Ну, ладно. Вот. И потом я эту вещь не просто вот так вот складываю, да, на несколько часей, а я ее скатываю в рулончик. Ну, на какой бы вещи вам показать. Вот, допустим, вот штанишки мои белые, да. Вот такие трикотажные штанишки белые. То есть я их отгладила. И потом я их вот так плотненько рулончиком скатываю. Почему рулончиком? Ну, во-первых, я так понимаю, что у нас в номере не будет утюга, а его надо будет там по запросу только, да. Вот. А у меня два дорожных маленьких утюга, но не хочу я их брать. Вот. Ну, лишняя тяжесть в чемодане, она как бы не нужна. А когда вот так вы рулончиком скатали одежду, она у вас практически не помнется. Ну, если только чуть-чуть. Чуть-чуть. Таких в разумных пределах. То есть вот так рулончиком у меня сложены там платья, даже шортики, брючки. Вот они брючки. Вот они брючки тоже летние. Вот такие хлопковые. Вот я тоже вот так рулончиком скатала. И когда вы вещи скатываете рулончиком и плотно-плотно укладываете в чемодан эти рулончики, можно так, можно вот так, у вас войдет намного больше вещей. Намного больше, чем вы складывали бы их вот обычно сложенные, да. Вот, значит, я с собой обязательно беру полотенчик. Ну, такой небольшой. В отеле есть полотенчики, вот, но небольшой полотенчик не помешает. Ну, пригодится. Даже на пляж взять, допустим, обязательно пригодится. Вот. Значит, что еще? Я взяла немножко теплых вещей, потому что куда мы летим, мы летим на океан, а там, в общем-то, бывает с утра и к вечеру бывает прохладно. Поэтому с длинным рукавом я обязательно взяла с собой одежду. Вот так. Так, что еще такого интересного? А, я с собой беру обязательно халатики. Вот, значит, то же самое, вы заранее посмотрите, если у вас в отеле предусмотрены тапочки и халат, да, то, конечно, можете не брать. Вот, у нас в отеле не предусмотрено. Ну, как, может быть, они там и будут, но дело в том, что мы летим в такую страну, которая среди русских туристов не очень распространена. Вот, информации вообще очень мало, очень мало. И по отелям, и, ну, о стране, ладно, там, почитать можно. А об отелях информации крайне мало, крайне. Поэтому я точно не знаю, будет ли там халат. Ну, что гадать, я вот взяла халат мужу, вот, легкий такой, легкая, легкая все. Вот, и взяла свой легкий халатик обязательно, потому что, ну, знаете, когда сгоришь особенно, знаете, вечером хочется что-то такое легкое накинуть, не ходить в отеле там, в футболках, да, вот, а накинуть что-то такое полегче. Вот, взяла вот шляпку свою новенькую, надо ее выгулить, вот, и, чтобы она не помялась, я вот так вот в нее запихала купальник. Вот, купальников я беру всегда несколько штук. В этот раз я взяла два купальника, потому что, в общем-то, бывает так, что очень долго сохнет белье, тем более, если там океан, наверняка повышенная влажность, вот, поэтому одна вещь, допустим, один купальник будет сохнуть, а в другом я буду купаться. Вот, ну что, на одежде долго останавливаться не буду, в общем-то, все необходимое я взяла, наверняка даже что-то лишнее взяла, может быть, даже и не одену там, ну, это уже по приезду будет, видимо, вот, все ли я правильно взяла. Вот, отдельно у меня уже сложена, висит на вешалке та одежда, которую я одену, самолет. В самолете всегда прохладно, и всегда прохладно в аэропортах. Вот, мы летим из Домодедова, там тоже бывает холодно, поэтому, конечно, я с собой еще возьму, ну, на борт самолета, так скажем, что-то с длинным рукавом, на мужу и себе, вот, потому что мерзнуть мне не очень-то охота. Ну вот, с чемоданом, в общем-то, все. В этот чемодан я еще сверху положу пакет с обувью. Из обуви, значит, пляжные сланцы мужу и себе, естественно. Вот, в новеньких слепонах я поеду, еще я беру с собой босоножки и еще одни слепоны. Ну и, пожалуй, все. Ну и мужу также две пары обуви, какие вот на повседневную носку, вот, и пляжные, я ему сланцы взяла. Из обуви тоже поначалу набрала, набрала, а потом лишнее, все-таки выживала. Ну, тяжеловато это получается. Вот. Значит, обувь показывать не буду, ничего там в этом интересного нет. Вот. Дальше. Что еще? Что я беру из аппаратуры? Ну, соответственно, конечно, я буду снимать видео, делать фотки. Поэтому я беру фотоаппарат. Обязательно свой любимый Nikon. Я его вчера зарядила. И сразу к фотоаппарату, сразу, 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 зарядочка для аккумулятора. Фотоаппарат. Вот. Так, фотоаппарат. Это все я с собой беру на борт самолета, сдавать я это не буду. Дальше. Я взяла видеокамеру. Ну, сама видеокамера у меня сейчас. Вот она. Вот. Ну, вот футляр от нее. Значит, я беру видеокамеру. Я тоже вчера все зарядила. Очистила все эти флешки, чтобы они у меня были пустые, свободные. Вот. А сразу к видеокамере зарядочку не забыть. Вот она, зарядочка. Дальше. На всякий случай я беру еще свой старенький, простой вот такой фотоаппарат Samsung. Вот. Конечно, большинство фоток я буду делать на зеркалку. Но вот этот фотоаппарат я возьму на всякий случай. Ну, мало ли что, да. Вот. Как-то мы были в Доминикане, полетели, вернее, поплыли на остров. И с нами была молодая пара. И у них был вот обычный вот такой фотоаппарат. И все. То есть один фотоаппарат. И получилось так, что пока мы плыли, в фотоаппарат попала вода, брызги. И он у них заклинил. То есть они настолько расстроились. То есть мы плыли на остров, где снималась реклама Баунти. Представляете, какая там красота? Остров Саона. И у них фотоаппарат просто вышел из строя. Все. И больше у них, ну, так скажем, снимать было не на что. И, по-моему, даже телефона у них не было с камерой. У них какие-то были старенькие телефоны с собой. То есть люди настолько расстроились, что они даже между собой поругались. Вот. Мне было так их жаль. И, понимаете, никто, ну, никто, конечно, не даст свой фотоаппарат, чтобы там чужим людям, незнакомым, там, с другого отеля даже, да, вот, чтобы они пощелкали себя. Вот. И они нашли выход из положения. С нами летел русский фотограф, который за денежки фотографии делает. И пришлось платить, причем большие деньги. Чтобы он провел им фотосессию. Ну, они были к этому не готовы. Они стеснительные такие, зажатые. Вот. Ну, и пришлось деньги, конечно, платить, чтобы хоть какая-то память об этом острове у них осталась. Вот. И вот, знаете, я поэтому лучше думаю, и простой фотоаппарат я тоже с собой возьму. Но так заклинит фотик, да, и все, куда деваться-то. А память-то хочется себе в виде фотографии оставить. Вот. То есть, вот, простейший фотоаппарат я тоже беру. Беру к нему зарядочку. Обязательно. И что еще обязательно нужно взять? Это, конечно, жесткий диск, куда я буду скидывать всю информацию. Обязательно. Он у меня самый первый практически в чемодан ушел бы. Вот. И я с собой беру маленький вот такой ноутбук. Легкий. Вот. Тоже к нему под зарядку обязательно. Ну, у нас там в нашем отеле вроде как Wi-Fi есть бесплатный. Но он только в доступе в общественных местах. И вроде как к вечеру он там глючит. Потому что все с экскурсии из города, все собираются к вечеру, наверное, в отеле, что ли. В общем, нагрузка большая. И поэтому интернет глючит. Поэтому давайте с вами договоримся так. Если там будет хороший интернет, если он будет хорошо работать, я прям там буду какие-то зарисовки со своего отпуска в YouTube заливать. Ну, если уж интернет будет из ряда вон выходящий и плохой, ну, конечно, придется мне тогда видеоматериалы просто накапливать, а уже все монтировать дома. Ну, это не беда, правда? Вы все равно все увидите и все узнаете. Так что я вас всех беру в замечательную сказочную страну. Беру вас всех с собой, вот, чтобы подарить вам тоже кусочек солнца, кусочек жары и тепла. Может быть, тем, кому этого тепла немножко не хватает. Особенно в Сибири. В Сибири полетели все со мной. Вот. Ну, ладно. Так. Маленькое такое лирическое отступление. Так. О, у меня здесь все раскидано. Вы уж извините за беспорядок. Дальше. Вот в такой косметичке я с собой, значит, здесь набрала различную бижутерию. Вот. Ну, вы тоже эту всю бижутерию на мне потом увидите. Сейчас, наверное, нет смысла ее всю доставать и показывать. То есть я взяла несколько видов часов, в общем-то, да, чтобы они у меня под различные наряды подходили. Ой, кулон здесь болтается. Я тоже самое, когда одежду раскладывала на полу, да, комплекты вот так собирала, компоновала, я сразу потом прошлась и вот так раскидала просто бижутерию, которая к каждому наряду подходит, чтобы не взять лишнего. Вот. Поэтому здесь у меня и несколько сережек различных, и поясочек, чтобы на ужин, допустим, там, на платье. Вот. Потому что на ужин обычно не в шортах люди там ходят, да, а что-то попривычнее надевают. Все-таки какой-то дресс-коп там существует. Вот. Ну, браслетики. И все это я вот в эту вот термоусадочную пищевую пленку обмотала, чтобы бижутерия у меня не поцарапалась. Вот. Ремешок белый взяла. Сначала положила несколько с собой ремешков, а потом поняла, что я лучше возьму один вот этот белый, который у меня к большинству вещей подходит. И к брючкам, и к линейным шортикам, и к платьям. Белый взяла. Остальные все выложила, не стала их брать. Вот. Ну, в общем-то, много бижутерии не набирала. Оно и не надо. Все бриллианты я ума заставила дома, которых у меня нет. Ну, маленький бриллиантик у меня все-таки есть. Он всегда со мной вот здесь. Вот. Ну, и вот я уж возьму. Ну, ладно. Так. Значит, бижутерия. С собой много не берите. Не берите ничего такого ценного. Вот. Я все-таки даже бижутерию хочу там купить, потому что там очень много бижутерии ручной работы. Я обязательно там себе что-то прикуплю. Там, национальное. Так. Далее что? Что? Ну, вот здесь у меня... Вот здесь. Так вот. Косметички. Взяла косметичку поменьше. У меня есть большая косметичка. Я ее оставила. Вот. Я взяла здесь кое-что из косметики. Значит, ватные диски взяла обязательно. Ну, мало лицо протереть. Вот. Гелевые подушечки от Фаберлик обязательно. Это... Я в прошлом видео показывала. Если вдруг обувь будет натирать ногу, то вот эти гелевые подушечки для обуви очень пригодятся. Вот. Вы знаете, сначала положила с собой несколько помад, а потом думаю, я еду все-таки на курорт, и чего я там буду краситься, что я сильно. Не буду я там краситься. Поэтому сипсы, помады большие я выложила и взяла пробники. Нашла у себя три пробничка. Где-то они у меня валялись, я им даже не пользуюсь. Вот. Они разного цвета. Потемнее, посветлее и средний тон какой-то. В общем, я вот эти пробники возьму. Я их там даже и выкину, и оставлю. Попользуюсь. И даже назад мне повезу. Вот. Взяла, значит, от Фаберлик Биби Креп вот такой. Он у меня уже заканчивается, он такой легенький. Поэтому я его взяла, чтобы там докончить уже до конца. Вот. Пилочку обязательно. Девочки, пилку для ногтей берите обязательно. И маленькие ножницы. Только сдавайте все это в багаж, потому что в ручной кладе у вас все это заберут, конфискуют. Вот. Взяла матирующие салфетки. Вот такие. Так. Ну, взяла вот такой у меня был бронзатор от Эйвен. Он еще старенький. Я его тоже хочу докончить там. Вот. Румяна взяла одного цвета. Взяла на всякий случай лак. Вот такой светлый. Я еще пока маникюр не делала. Я, значит, буду делать его только сегодня к вечеру. Вот. Потому что у меня сегодня еще много таких дел по дому. Ну, и на участке, на огороде надо кое-что сделать. Поэтому бесполезно сейчас делать маникюр. Он немножко попортится. Этим я буду заниматься отдельно уже вечером. И с собой я возьму лак, чтобы, в общем-то, там свой маникюр, может быть, немножко подправить. Несколько кистей взяла. Взяла дезодорант, который я вам показывала в покупках Фаберлик. Взяла дезодорант. Ну, и взяла тушь. Тушь взяла коричневую. Не стала черную брать. Зачем? На курорте нужно что-то яркое. Вот. И взяла тени, значит, сиреневого цвета. Они такие, ну, универсальные. Сильно я краситься не собираюсь. И взяла тени в таких коричневых оттенках, чтобы где-то там они для бровей подошло. И так немножечко, немножко подправить все по глазам. Все. Косметики я много не набирала с собой. Пусть лицо отдыхает. А, взяла немножечко, чуть-чуть, буквально, крем для лица. В пробник, ой, в этих, в разовых, да, в пробничках взяла. Потому что туда, куда мы летим, там очень хорошая органовая косметика. Да, на основе органового масла. Вот. Поэтому я так думаю, что я там все это куплю. И буду, ну, если надо, пользоваться там. Поэтому с собой я решила крем для лица именно не брать. Ну, и вот в такой вот большой косметичке. Что у меня здесь? Я уже забыла, чего у меня здесь. А, в общем, здесь у меня лекарства. И здесь у меня, так скажем, такие гигиенические средства, да. Вот, ну, то есть, понятно, зубная щетка, паста, станки бритвенные обязательно. И взяла шампунь. Шампунь взяла в грязьку. Он так хорошо мне подходит, моим голосам. Я тоже все это обмотала на тот случай, но вдруг выльется. Поэтому я обмотала флакончика этим, пленочками. Вот. Так. Дальше. Средства от солнца я взяла. Тоже обмотан у меня флакон. Вот. Я взяла 50 плюс солнцезащитным фактором. Это у меня еще от Ямайки остался. Вот этот флакон. Такой, не начатый. В общем, я его с собой беру, тоже, чтобы его там добить, докончить уже. Вот. Значит, обязательно нужно, куда мы летим, 50 плюс, не меньше. Тридцатки будет мало. Вот. Поэтому вот гарнир я взяла с собой. Вот. Дальше. Что это такое, да? Вот это вот. Что это такое? Что за сверток? А я вам скажу, что это за сверток. Здесь у меня стиральный порошок, который я беру на 2-3 дня с собой. Это я фаберликовский порошок сюда отсыпала немножко. Я возьму его с собой. Вот. Чтобы постирать какие-то мелкие вещички. Там я порошок куплю, конечно, по месту. Вот. Но на пару дней у меня себе порошок все-таки с собой возьму. А вот это веревка. Я всегда с собой в поездку беру бельевую веревку. Потому что порой в отеле, ну, где-то, может быть, есть сушилка. Но она не всегда бывает. Поэтому где-то там на балкончике аккуратненько я всегда привязываю эту веревочку. Я беру с собой чуть-чуть. Ну, буквально там, я не знаю, 3 метра этой веревки я беру. И 4 прищепки я беру. Потому что бывает ветра и бывает там полотенце может с балкона куда-то там улететь. Или там что-то еще метром может улететь. Вот. То есть я беру 4 прищепочки и 3 метра я беру с собой обязательно веревки. Вот. Она ничего не весит. Она легкая. Но порой бывает так, что негде сушить белье. Вы это все тоже на заметку возьмите. Бывает и такое, да. И остальное я взяла с собой лекарства различные. Что я взяла из лекарств? Во-первых, я набрала с собой разные лейкопластыри. Это обязательно. Тоже малый где-то чего-то там. Мелкая какая-то ранка, царапинка, не дай бог. Или опять же там ногу натерли где-то, да. То есть лейкопластырь беру обязательно. А вот дальше беру, это белый угорь, ну на всякий случай от отравления. Вот. Сорбикум. Можно активированный угорь взять. Я взяла сорбикум. Вот. Дальше взяла вот такие таблетки. Это у меня гексорал в таблетках рассасывающих. Это для горла. Потому что там везде кондиционеры. И, кстати, простудиться там это нечего делать. Вот. Для горла обязательно. Не знаю для чего, но я взяла волокардин. Хотя, знаете, я им не пользуюсь. Но пусть будет. Вот. Мало ли так чего-то. Там сердце сильно забьется. Ополнение, да. Ладно, взяла. Вот. Дальше что я с собой взяла? Взяла клароатадин. Клароатадин, да. Клароатадин это у нас, по-моему, от аллергии. Да, да, да. Да. Это противоаллергическое средство. Обязательно с собой берите против аллергии. Обязательно. Обязательно. Чтобы там уже, знаете, не бегать. Вот. Дальше взяла Рене. От изжоги. Ну, вроде бы не страдаем, но пища-то будет совсем другая. Мало ли чего. О, что тут у меня еще интересного. Так. Взяла маленькую полосочку, таблеточку. Так, на всякий случай. Капотен это от высокого давления. Вот. Ну, тут тоже может скакануть давление. У меня на Мальдивах, знаете, как давление поднялось? Пошла я там в этих, в медцентр. А врач на два месяца в отпуск уехал. И медсестра. А медсестра ничего не понимает. Я ей объясняю, что у нее давление. Она понять ничего не может. И какой-то укол собралась мне делать. Я так испугалась. Думаю, чего она мне сейчас колоть-то будет? Думаю, нет. И я ушла. Ушла с этого медцентра. И думаю, пойду-ка я просто успокоюсь. Ножки в горячей воде подержу. И сама как-то постараюсь с этим давлением, в общем-то, справиться. Вот. Ну, и я так и сделала. Ушла с этого медцентра нафиг. А еще, знаете, как туда придешь, к врачу, да? И только за поздороваться, все, ты ему уже там 100 долларов должен. Только, чтобы прийти. Он еще консультировать тебя не начал. А 100 долларов ему уже заплати. Поэтому я сейчас так скорпулезно отношусь к аптечке, что я лучше все с собой возьму. Так. Ну, тонатен я взяла. Это средство от тревоги, от стресса. Оно, может быть, и не надо было брать. У меня муж боится летать на самолете. Поэтому он уже за три дня начал вот этот тонатен пить. Не знаю, чего он боится. Мы столько летали, и он все равно боится. Вот. Я не боюсь. И взяла левомедицин. Левомедицин, это, ну, по-моему, это антибиотик такого широкого действия. И, ну, малые расстройства будет, да? Вот. То левомедицин, допустим, нам помогает очень хорошо. И быстро причем. Порой бывает одной таблетки достаточно, и все прошло. Но, слава богу, у нас такого как-то практически не случалось. Взяла с собой в ампуле вот в такой перкис водорода. Ну, тоже малое что-то придется обработать. Она легкая, такая, видите? Вся закрытая пробирочка. В общем, взяла с собой. Взяла с собой. Так, что еще-то из лекарств-то? А, спазмолгон. Спазмолгон таблеточки взяла. Это, ну, более утоняющий ацетин-салициловую кислоту. Это вдруг, если температура поднимется. Она, кстати, может подняться. Вполне. Взяла один пакетик колдрекса. То же самое. Вдруг какое-то болезненное такое состояние будет. В общем, я всю аптеку собрала. Бинт с собой один взяла. Бинтик. Так. Ватные палочки с собой взяла. Чуть-чуть. Не знаю. Мы особо не пользуемся. Вот. Ну так. На всякий случай. Так. Ну, тут у меня еще лихопластырь. А, еще обязательно возьмите с собой суперклей. Я тоже его замотала. Ну, мало ли что-то, где-то, чего-то вам нужно будет приклеить. Где вы там его будете искать? Суперклей обязательно положите. Вот такой маленький тюбик себе в чемодан. Только заверните. Не дай бог тюбик разольется. Ну, все. Из аптечки все. Я с собой взяла вот такую универсальную еще штучку. Это вот открывашка. Это штопор. Потому что мы, соответственно, местное вино собираемся там пробовать. Не только пробовать, но и пить. И вот здесь вот маленький ножичек еще выдвижной. То есть вот такую штучку я с собой взяла. Вот. Ну, потому что мы там, если где-то чего-то купим, какого-то там венца, вот, где я буду искать штопор. Правильно? Я его возьму с собой. Вот. Мы вообще-то не пьющие, но, ну, вопс, можно. Тем более вино местное, вкусное. Вот. И еще куда мы летим, там очень много французского вина. Вот. Где мы еще попробуем французского вина настоящего? Вот. В общем, короче, я вам показала. Это моя аптечка. Вот. Ну, в общем, ну, практически, наверное, это все. И с собой в ручной кладе. Мы понесем, конечно, фото и видеоаппаратуру. Это мы все с собой берем на борт самолета. Сдавать я это не буду. Я только зарядки все в чемодан сложу. Вот. А все остальное только с собой, чтобы ничего не побилось. С собой я беру, значит, ноутбук обязательно, ручную кладь. И с собой я беру на борт самолета. Что еще? Чтобы не побились, я взяла с собой очки. Вот в таких мягких футлярах. Не стала брать футляры, такие, знаете, жесткие футляры. Они тяжелые, не стало. Это вот очки мужа я взяла с собой, чтобы не раздавить в чемодане. Вот. Здесь я взяла с собой очки. Я их замотала. В общем, мачина взяла очки. Ну, и тоже вот замотала в хлоточек вот такие белые очки, которые к любому наряду подойдут. Вот. То есть, двое очков, я думаю, хватит. У меня очков вообще целая коллекция. Ну, все зачем брать? Я посмотрела, которые более-менее к моим наряду подходят. Дальше с собой я взяла бумажные вот такие салфеточки. Вот. Ну, тоже так, кстати, так. Где-нибудь, может быть, допригодился. Вот. Дальше что еще? С собой беру немного ниток. В отеле бывает, что, конечно, нитки там есть. Иголка, нитка в отеле есть. Вот. А вдруг в дороге пригодится. Ну, да, булочку какую подправить или что-то еще. Вот. То есть, я взяла вот такую вот этикеточку от духов, от пробничков духов, и намотала сюда на одну сторону белую нитку, на другую черную нитку. Взяла иголку и взяла обязательно булавку. Булавка может выучить. Мало ли, где-то чего-то там забулавить надо. Вот. Что еще? С собой я беру вот такой теплый шарфик. Кажется, зачем, да? Вот. Шарфик кинзо. Вот такой. Вот. Достаточно большой. Я его беру, в общем-то, на всякий случай, если вдруг какая-то там возникнет такая прохладная ситуация. Опять же говорю, в аэропортах холодно бывает. В самолете бывает очень холодно. Поэтому этот шарфик можно вполне просто накинуть вот так и закутаться в него. И он очень легкий. Он легкий, модный. Вот, пожалуйста, закутался и все. Вот так. Даже, знаете, ездить на экскурсии приходится в автобусах. И в автобусах так вырубают кондиционер, что порой бывает даже холодно. А ради тебя одной никто кондиционер во всем автобусе, конечно, не выключит. Поэтому приходится бериться. Это я уже по опыту знаю. И вот такой вот шарфик я все-таки с собой беру. Так, ну и, соответственно, мужу, конечно, я тоже там набрала легкие такие полуверчики с длинным рукавчиком. Легкие соседи. Ну и что еще? А, ну, влажные салфетки. Обязательно. Влажные салфетки с собой. Пару пачек я беру. Ну и, знаете, сегодня я еще приготовлю с собой перекус какой-то. Вот. Була, чипсы вот такие есть. Дело в том, что если взять наше Домодедово, там просто что-то перекусить, то ты все деньги отдашь. Мы в прошлом году летели, мы купили две кружечки, две чашечки кофе. Вот такая маленькая чашечка. Мы отдали 120 рублей за одну чашечку кофе попить. Представляете? 120 рублей. То есть на двоих это 240 рублей за две маленькие чашечки кофе. И про бутерброды я уже молчу. Поэтому я решила перекус взять небольшой с собой. Я не знаю, что это еще будет. Ну, какие-то бутерброды сделаю все. Вот. Пока будем ожидать рейс. Так. Ну и, пожалуй, это все. Да, пожалуй, это все. Вот еще что. Самое главное. Не забудьте дать ценные указания, целые так называемые, своим, допустим, домашним, если они остаются дома. Вот у меня остаются два сына. И, естественно, за 10 дней они должны выполнить какие-то мои там просьбы. Вот. Полить цветы обязательно дома, в зимнем саду. Иначе за 10 дней они засочены, погибнут. На огороде там где-то что-то снять урожай. Сейчас огурцы пошли, да. Каждые два дня надо снимать. Полить какие-то грядки, что-то еще. И вот, чтобы мне им облегчить, так скажем, работу, я им расписала все по дням. Не просто вот два раза в неделю цветы поливать, а именно в какой день и что нужно сделать. То есть я на 10 дней им составила целый список. Такого-то числа сделать то-то, такого числа там другое сделать. Вот. И по этому списку они уже будут точно выполнять мои неценные указания. И все будет в порядке. И вам советую, если вы оставляете ключи, допустим, даже соседям или знакомым, и просто говорите им, а ходи там, поливай мои цветы. Вот. Будьте уверены, что ходить они будут редко. И польют эти цветы, и даже зальют их только перед вашим приездом. Но чтобы такого не случилось, вы лучше по дням распишите. По дням. Там понедельник, допустим, четверг, или там когда полить цветы, все. То есть составьте точный график всех вот этих вот обязанностей, которые вы возлагаете там на каких-то посторонних людей за присмотром, за вашим домом, за хозяйством и так далее. Ну и нужно, конечно, самим подготовиться. Как я готовлюсь к поездке? Ну, во-первых, ну, конечно, посетить желательно брикмахера, чтобы привести себя в порядок, да. Сделать обязательно педикюр. Ну, педикюр мы делаем всегда, регулярно, да. Но перед отпуском просто не забывайте это сделать. Девочки, эпиляцию здесь делайте как следует, досконально, да. Чтобы там, так скажем, блистать на курорте. Вот, ну, и я стал с ней вот вечером сделать маникюр. Ну, и обязательно, конечно, пройдитесь скрабом по всему телу. Вот, проскрабируйте свое тело. Обязательно. Так у вас ровнее ляжет загар. Обязательно это сделайте. Потому что там вот, допустим, на курортах сама процедура вот этого вот скрабирования стоит порой достаточно дорого. Зачем? Когда можно это сделать дома. В домашних условиях, никуда не терапиясь. Вот. Ну, вот и все на сегодня. Так что, пожелайте нам хорошего отдыха. Мы летим всего лишь на 10 дней. Вот. Я беру вас с собой. Вы все увидите. Все-все-все. Я ничего от вас скрывать не буду. Как мы там отдыхаем. Где мы там побываем. Я вам все покажу. Местные достопримечательности. Вот. Мы специально выбрали такую нераспространенную страну. Где поменьше русских. Вот. В основном там, конечно, на этом курорте отдыхают французы и европейцы. В основном. В общем, вся элита там и недвижимость покупает. Вот. И там есть такой очень фешенебельный такой райончик. Где мы хотим побывать. И я вас тоже туда с собой возьму. Вот. Ну и, в общем-то, наверное, пока все. Ну, до скорой встречи. Подписчики, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что посмотрели это видео. И надолго я с вами не прощаюсь. Это все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...